Депутат А после открытого обсуждения всех кандидатов принять обоснованное решение о включении меня в состав кандидатов в депутаты от партии «Справедливая Россия» или не включение по каким-либо причинам. Олегу Анатольевичу письмо от Александра Грюшелика с предложением о сотрудничестве. В нем сказано, что уже Александром сделано, с каким трудностями столкнулся. И с нашей точки зрения наиболее оптимальный способ решения проблем как района, так и города это его участие в выборах 2016 года. Посмотрим, как отреагируют руководители регионального отделения партии на наше предложение. Что для вас 1 мая? Праздник солидарности трудящихся в борьбе за свои интересы. Второй вопрос по поводу выборов. Представят выборы в 2016 году, кто из известных политиков? Рано еще говорить о выборах 2016 года. Хорошо. А молодых вы будете, ребята, включать? Конечно, вы сегодня всех увидите здесь. Отлично. Я уверен, что за это время количество людей, справедливых, справедливых людей вокруг партии объединится в достаточное количество, и выбор будет очень широкий. Мы хотим вам немножко помочь в этом плане и передать письмо один из таких молодых людей, у которых есть реальные дела и реальные проблемы, которые решаются. Хорошо. 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 Итак, прошел год. Никаких внятных ответов от Олега Анатольевича Нилова получено не было. Лишь после письма главе фракции в Законодательном собрании Петербурга Алексею Ковалеву Олег Анатольевич побеседовал со мной. Тогда была достигнута устная договоренность, мол, если не хотите открытого обсуждения разных программ, кандидатов, тогда сделаем интервью с предварительным обсуждением наиболее интересных и острых проблем, которые стоят перед избирателями и депутатами Партии «Справедливая Россия». Написали письма в продолжении устной договоренности об интервью с Ниловым, но никаких внятных ответов или понятных действий предпринято не было. Также уклоняется от честных ответов на острые вопросы другой депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Анатольевна Шишкина. Получается, слухи о превращении парламентской партии в коммерческую структуру имеют свои основания. Впрочем, прямых доказательств у нас нет. Но возникает вопрос, можно ли доверять таким депутатам. Несколько вопросов для интервью, с которыми мы обратились к коллегу Анатольевичу Нилову, я перечислю. Например, почему некоторые депутаты фракции «Справедливая Россия» уходят от публичных обсуждений чрезвычайно важных вопросов. Например, бывший декан факультета журналистики СПБГУ, профессор доктора социологических наук, кандидат филологических наук Марина Анатольевна Шишкина отказалась дать интервью по теме предварительный правовой экономический анализ причин банкротства газет Балтийской медиагруппы. Это газета «Смена», «Вечерний Петербург», «Невское время». И формирование механизма финансирования независимой прессы и объективные критерии его эффективности. Следующий вопрос. Депутату Виктору Петровичу Ложичко должно быть известно о нарушениях федерального законодательства, допущенных премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым при подписании распоряжения об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в морском порту, пассажирский порт Санкт-Петербурга. Есть документальные подтверждения и соответствующие публикации. Почему ни депутат Виктор Петрович Ложичко, ни руководство партии не предпринимает эффективных шагов по блокированию явно коррупционного и социально опасного проекта? Следующий вопрос был, почему на митинге организованной партии «Справедливая Россия» по чрезвычайно важным социально значимым проблемам приходит так мало людей? На митинг в защиту парка 300-летия Санкт-Петербурга в субботу 20 февраля 2016 года пришло около 500 человек. Там были, кроме депутата Олега Анатольевича Нилова, много известных депутатов, таких как Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Виктор Ложичко, Ирина Иванова, Максим Резник, Павел Солтан и Марина Шишкина. А 2 апреля на митинге, организованном Олегом Анатольевичем Ниловым, против транспортного налога пришло, судя по публикациям независимых СМИ, от 150 до 50 человек. И еще вопрос, это важный, по каким критериям и конкретным делам набирается молодежь в команду партии «Справедливая Россия»? К сожалению, нам не удалось задать вопрос публично, сделать интервью с Олегом Анатольевичем, поэтому мы вынуждены сделать такую видеозапись с тем, что вопросы остаются нерешенными, открытыми. И просим Олега Анатольевича обсудить эти вопросы, хотя бы эти вопросы, на съезде партии «Справедливая Россия» 23 апреля 2016 года. Полный текст вопросов Марине Шишкиной и Олегу Нилову мы отправим на официальный имейл отделение «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге. Продолжение следует...